Губернатор Олег Кожемяка и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов обсудили механизмы поддержки сельхозпроизводителей «Приморья». Прошла встреча с губернатором Приморского края, с Олегом Николаевичем. Мы обсудили те цифры, на которых мы уже на сегодняшний момент находимся. С 2020 года мы видим рост поставок техники аграриям «Приморья». Констатировали, что очень хорошее на самом деле симпиоз региональной субсидии вместе с нашим продуктом. Это позволяет нам увеличивать объемы, это позволяет, самое главное, аграриям получать технику на наиболее выгодных в финансовых условиях с минимальными затратами со своей стороны. За все время своей работы «Росагролизинг» поставил на поля региона более 800 единиц сельхозтехники. Приморью спецтехника нужна, сложные климатические условия диктуют свои правила. Работа с переуложненной почвой требует мощной техники с высокой проходимостью. Кроме того, этой технике нужно грамотное обслуживание. Ведь в условиях географической удаленности от производителя любая поломка превращается для аграриев в настоящую головную боль. Мы находимся далеко от основных производителей сельхозяйственных машин и оборудования. И совместно с «Росагролизингом» отрабатываем сейчас механизм, как обеспечить поставку техники на площадку в Приморский край, для того, чтобы предприятия, сельхозяйственные фермеры могли уже непосредственно здесь, посмотрев эту технику, сразу ее выкупить. То есть для того, чтобы не ждать 2-3 месяца от момента заявки до поставки техники. Чтобы облегчить жизнь фермерам, «Росагролизинг» предложил построить первый торговый дом своей компании именно в Приморском крае. Регион еще сохраняет высокий потенциал по неиспользуемым землям, поэтому подобные проекты могут оказать значительное влияние на развитие края. Я надеюсь, что та работа, которая велась и в предыдущие годы, и сейчас все новые формы, дадут возможности и для увеличения пашни, и для более эффективного использования такого богатого ресурса, как приморская земля, с тем, чтобы она давала хороший урожай, давала хорошие возможности для получения зарплаты, доходов жителям сельской местности. Введение в оборот неиспользуемых земель – важный пункт сельскохозяйственной повестки Дальневосточного федерального округа на ближайшие годы. С этой целью в большинстве регионов округа проведена инвентаризация земель, чтобы найти неиспользуемые участки, ввести их в оборот и передать под реальные инвестиционные проекты. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Новости на Восьмом.